Новый год заранее Автор из Ленирам читает Кэт Вилт «Я так думаю, надо отпраздновать Новый год заранее», — постановил Чимин, рассматривая преобразившиеся к праздникам улицы Сеула за окном внедорожника. Они с лидером только что выехали с подземной парковки агентства, и Намджон пребывал в состоянии какой-то агрессивной меланхолии. «Бывали у него такие моменты, когда накатывала «хочу в 2018-й с каждым его каждодневным пиздецом» неприятной творческой усталостью, а не вот это вот все». «Имеешь в виду, пока хоть кто-то из нас на свободе?» — уточнил лидер, отковыривая с пальца заусенец. Чимин ударил его по руке, чтобы перестал, и кивнул. «Ага, чтобы как было и времена, помнишь?» «Надо допиться до торжества неадеквата над разумом и ввести став в предновогоднюю депрессию», — заржал Намджон. «Помню, только придется сильно заранее». «О, какая нам разница!» — Чимин пожал плечами. «В жизни всегда есть место празднику. Не знаю, кто это сказал, но чувак явно знает толк в вечеринках. Нарядим елку в апартаментах, закажем бухлишко. Тогда надо сверить дату с нашими вояками, дождаться Тихена и выковырить мелкого из его бесконечных заграниц», — постучал пальцем по подбородку Намджон. «Ну, смотри». Джину дали однодневный отпуск за какие-то особые заслуги. У хобби пересменка, Тихена перехватить проще, а Макне в конце концов можно просто приковать на какое-то время наручниками к батарее, чтобы время и наугомонился. Подготовка к Новому году началась полным ходом буквально через минуту после этого разговора, поскольку всем известно, если что-то взбрело в голову Чимина, то это что-то тут же обосновывается в головах всех окружающих. Правда, больше в качестве головной боли. «Я считаю, что нам нужен мини-карнавал», — восторженно заорал в телефонную трубку Хасок, как только услышал о планах. «И чтоб никакого зеленого. Клянусь, если я увижу вокруг себя хоть что-то защитного цвета, я взвою». «Ну, хоть елку-то можно зеленую оставить», — засмеялся Намджун, с удовольствием разглядывая немного округлившиеся щечки хобби. «Ну, елку можно, только прикройте мишурой посильнее, чтобы не просвечивалась хвоя». У Чимина неожиданно возникла проблема, о которой он тут же сообщил всем участникам организационной видеоконференции. «Мне дает только один день, а я знаю как минимум одно реликтовое мифологическое животное, которое захочет провести этот день вместе со мной и будет готова, если нужно, отстреливаться». «Передай этому своему кокаиновому королю, что он тоже приглашен, пусть не выебывается», — мрачно фыркнул Юнги. «Только пусть внимательно проверят, нет ли за ним хвоста», — захихикал Чунгук. «А то его еще по какой-нибудь статье подтянут, к примеру, за дискредитацию национальной армии». «Я смотрю, там у вас некоторые макны список потеряли, кого бояться», — сдвинул брови Джин. «Так я приду, напомню». «Отлично, значит, Джин будет», — удовлетворенно кивнул Чимин. «Да я пока для тебя, Джин, а через пару недель буду, товарищ командир, так что можешь начинать уже тренироваться», — пригрозил своим особенным пальцем старший Хюн. «Давайте теперь по меню. Соджу записали?» «Записали», — кивнул Чимин и продемонстрировал список покупок. «А к Соджу что?» — поинтересовался Юнги. «А к Соджу пиво и виски», — ткнул пальцем в список Чимин. «Это Хюн еще какую-то труднопроизносимую вину попросил. Я его даже записывать не стал, я столько букв не знаю». «Стафу этот список показывать нельзя. Они нас раньше времени в армию отправят, чтобы обезопасить цивилизацию от нашего пьяного энтузиазма». Совершенно справедливо предостерег Хасок. «Да, все, сами закупим. Боже, какие проблемы!» — досмеялся Чунгук. «В супермаркете». «Супермаркет? Чур без меня!» — вздохнул Тихен. «Я лучше украшением помещений займусь. Гирлянды там, фонарики». «Тогда я займусь вызовом МЧС». «Должен же кто-то тебя потом из проводов спасать», — захохотал Чимин и по традиции в процессе хохота свалился со стула. «У меня есть нехорошее чувство, что хрен кто нам позволит отмечать Новый год посреди декабря в апартаментах агентства в центре Сеула», — предположил нам Джон. «Во всяком случае, на месте руководства я бы максимально избегал стечения в одном месте бантан, намеренных наклюкаться, как в последний раз. А если еще с нами будет и дракон...» «М-м-м... Кстати, о драконе», — почесал кончик носа Джин. «Он просит передать, что всех вас ненавидит». «М-м-м... Почему?» — не понял Хасок. «М-м-м... Почему?» — задал вопрос Джин куда-то в сторону. «Он у меня тут в чате висит как раз. Вопросы задает. Ну и так, по мелочи...» «Можно по мелочи поподробнее?» и ехидно попросил Йонги. «Можно завалить ебало и вспомнить про уважение к старшему позванию», — нахмурился старший Хён. «Или в вашей богадельни соцработников хорошим манером не учат. Он вас ненавидит, потому что тоже хочет участвовать в обсуждении. Добавляем в видеоконференцию до исторических». «Драконий Хён!» — заорал Чунгу, как только на экране засветилось еще одно окошко. «Не ори на весь аэропорт, малой! Там и так есть кому поорать!» — ухмыльнулся Джи Йон. «Привет, орлы!» «Вот и видишь, уже орлы. А раньше были придурками и бонтяями». Удовлетворением отметился Ак-Джин. «Пару визитов в полицейский участок, и человек буквально преображается на глазах». «Так, все!» — смутился Джи Йон. «Давайте к делу. У меня есть предложение встретить Новый год, сами знаете где». Ждать от середины декабря снежного пейзажа в принципе глупо, особенно в условиях сеульского климата. Но в этот раз погода превзошла саму себя. Когда автомобили парней начали потихоньку съезжаться к домику на озере, солнце светило так яростно, как будто спешило прогреть воду в водоеме максимально, на случай, если кто-то решит искупаться. Собственно, гостей домика солнце видела не впервые. Так что знала, надо быть готовым ко всему. Дракон на правах хозяина встречал каждого подъезжающего широкой улыбкой. Сак-Джин, приехавший раньше всех с целью осмотреть винные погреба и предоставленные на столе угощения, ну и еще по одной неразглашаемой причине, стоял позади него, держа в руках бутылку искаря и стопку пластиковых стаканчиков. «Одная группа мне нравится», — кивнул Юн Ги, хлопая дверцы своего палисада. И взял наполненный стаканчик. «За встречу!» «Это штрафной», — пояснил Дракон. «За то, что долго не приезжали ко мне в гости». «Чур, я сразу в погреб», — прогласил Чимин и пронесся мимо встречающих к самому крыльцу. «Чур сначала все за стол, и никто на голодный желудок ничего пить не будет», — удержал его за капюшон, толстовки, старший Хён. В результате чего Чимин выполнил на месте один из своих лучших пируэтов и чуть не шмякнулся на траву. «Ты Хён, ты нахрена притащил сюда свой мольберт?» «Гуки сказал, что он рисует мой портрет на фоне пейзажа», — пояснил Те. «Вытаскивай из машины сначала рюкзак Гука, а затем из самого Гука». «Да, Гуки?» «Не помню, что я такое говорил, конечно», — заржал Макне. «Но раз ты настаиваешь...» «Боюсь, после выпитого, которое планируется к выпиванию, твой портрет можно будет смело продавать, как неизвестную картину Пабло Пикассо», — покачал Джейон. «Ну, как какой-нибудь неучтенный портрет Амбруаза Валлара, например». «Ой, ну все, начались разговорчики, душнило от искусства. Надо быстрее начинать пить», — вздохнул Юнги и потащил лидера за рукав в дом. Дом встретил их роскошной украшенной елкой, горящим камином и столом, с которым можно было запросто пережить ни один великий голод. Так много на нем было продуктов. «Однозначно, всего этого нам не хватит», — заключил Джин с недовольством оглядев стул. Семь пар глаз одновременно уставились на него. «Уверен», — мягко уточнил Джейон. «Я к тому, что все равно придется жарить мясо на огне», — улыбнулся Джин. Джейон выдохнул. «Блин, просто сказать, что тебе очень хочется повозиться с барбекю нельзя было. Обязательно было выставлять меня нерадивым хозяином». «Боже, эти супружеские ссоры такие милые!» — изобразил рвотный рефлекс Юнги. «Давайте сначала выпьем и поедим, а потом переберемся к костру. Так тебя устроит, пещерный человек?» «Мы, военные, находим особую романтику в походной кухне. И юноу», — агрессивно ткнула его пальцем в бок Сагджин. «Впрочем, вам, соцработникам, этого не понять». «Вот кому я по-хорошему сочувствую, так это чей минус макне», — злорадно вздохнул Юнги, когда вся компания, значительно почистив тарелки и бутылки за столом, перебралась на веранду Гожаровни. «Попасть в учебный центр под начальство к старшему Хёну — это прям такая ирония судьбы. Это вам за грехи ваши воздается. Я предупреждал». «Да они не попадут ко мне. С чего ты взял?» — возмутился Джин, переворачивая мясо на решетке. «А какая разница?» — засмеялся дракон. «Если ты будешь в шаговой доступности, то уж точно не упустишь момента заглянуть к ним в часть, чтобы поглумиться. А то мы тебя не знаем». «Тогда у меня вопрос к уважаемым знатокам». «С какой скоростью человек оказывается на руинах собственной личной жизни, если не умеет держать за зубами свой ехидный драконьий язык?» Джин круто развернулся и ткнул щипцами в сторону ржущего Джиона. «Всё-всё!» — тот поднял руки. «Молчу-молчу!» Мимо по зелёному газону пронеслись разоружённые до трусов будущие новобранцы. «Они реально собрались купаться?» — хмыкнул Хасок. «Это они так хотят отсрочить своё зачисление в армию? Посредством воспаления лёгких?» «Сгорею посредством помещения в дурку. Декабрь на дворе», — поправил его Намджун. «За Ченгук я не переживаю. У него собственная дурь щедро греет его изнутри. А вот их он с Чемином могут запросто заболеть». «Спецназовец. Пусть привыкает. Неизвестно, в какой пиздосос забросит его будущая служба». Поднялся с места Юнги. «А вот Чемин сейчас получит по заднице». «Ты забыл добавить по своей сладкой вертлявой заднице, Юнги я». Сак-Джин снял с огня мясо, переложил его на блюдо и начал раскладывать по решётке новые кусочки. «Сделаю божескую милость. Дай нам ещё инфоповодов поглумиться». «Мне вот интересно». Хосок подпёр щёки ладошками и задумчиво уставился на озеро, от которого в этот момент Юнгит тащил за руку упирающегося полуголого Чемина. «Мы все так хотели напиться, а по большому счёту все до сих пор слабовыпившие. Почему так?» «Взрослеем», — улыбнулся нам Джон. «Умнеем, привыкаем к дисциплине. В армии же пить нельзя». «Серьёзно?» — Хосок посмотрел на него, как на душевно больного. «Ты реально считаешь, что можно пережить этот полуторгодичный пиздец на трезвую голову?» Внеплановая новогодняя ночь приближалась к своей кульминации. «Желание загадывать будем?» Ночная прохлада загнала всю компанию и снова в дом, к камину. Не пришло время разливать по бокалам любимое тахионово вино с труднопроизносимым названием, которое сейчас Чемин не рисковал произносить тем более. «Так толку-то загадывать. Новогодняя-то ночь у нас ненастоящая. Всё равно не исполнится». Тахион вздохнул и сделал глоток янтарной жидкости. «Что-то я и не припомню, чтобы нам раньше для того, чтобы исполнить наши желания, требовались какие-то особые ночи», — засмеялся нам Джон. «Согласен», — кивнул Чунгук. «Мы всегда исполняли свои желания сами». «Через кровь, пот и слёзы», — с улыбкой уточнил Чемин. «Через кровь, пот и слёзы», — согласился Юнги. «Это мне кажется, самый верный способ, да?» — развёл руками Хасок. «Ну?» — Джин покачал головой. «Во всяком случае, мы знаем, что он точно работает». «Ты думаешь, расслабиться нам не придётся?» До конца жизни испуганно пробормотал Тахион. «А ты в спецназ записался, чтобы расслабиться?» — фыркнул Чунгук. «Самое место дам». «Когда в последний раз судьба подкинула нам возможность расслабиться», — напомнил нам Джон, «половина из нас скатилась в депрессию от безделья, а другая половина начала творить какую-то херню, что диспатч не успевал карты памяти в камерах менять». «Ты преувеличиваешь», — возмутился Хасок. «Я преуменьшаю, да, Чунгук?» «Ну, тогда я знаю, за что мы сейчас выпьем», — сказал Джи Йон, разливая вино по бокалам. «За то, чтобы судьба не давала нам расслабляться никогда». «Чтобы мы всегда жили на самом ее острие, на самом пике». «Чем бы мы ни занимались», — поднял свой бокал Сак-Джин. «Где бы мы ни находились», — вытянул руку с бокалом Нам-Джун. «Чтобы мы ни считали для себя самым важным на данный момент», — философски поддакнул Йон Ги. «Как бы ни относились люди к тому, что мы считаем для себя счастьем», — покачал своим бокалом Хасок и приобнял Чимина за плечи. «Сколько бы у нас не было денег», — хихикнул Чунгук. «Сколько бы у нас не было врагов», — кивнул Чимин, прикасаясь своим краем к бокалу Йон Ги. «На самом пике», — улыбнулся Тейхен. «Тем более, что с того пика, на который мы забрались, не так легко спуститься. Можно только упасть». «Поэтому ты и пошел, спецназ», — расхохотался Чунгук. «Потому что там учат не падать с высоты и спасать тех, кто может оттуда упасть», — поднял вверх указательный палец Тейхен. «С Новым годом! С новыми временами! С новыми историями и приключениями! С новыми уроками и новым опытом! С новыми впечатлениями и материалом для песен! С новой красивой формой! Я в ней секси! Скажите же! Безусловно, Хасок! С новыми вершинами, ребята! И чтобы на эти вершины мы продолжали взбираться все вместе! «Поэтому мы продолжали взбираться все вместе!» «Поэтому мы продолжали взбираться все вместе!» Субтитры создавал DimaTorzok